Игорь Иванович, у нас подходит к завершению третий сбор. Все ли запланировано и выполнено? Все ли, что задумали, сделали? Никогда не можем мы быть полностью удовлетворены, потому что здесь были и болячки, и травмы, и какие-то есть ситуации с тем, когда приезжают новички, когда там уходят у нас. Ну, кого-то из ребят мы отдавали в аренду. Хочется всегда, чтобы было идеально, но, тем не менее, считаю, что мы нормально сделали свою работу по укреплению состава, по объему каких-то там тренировочных заданий, которые мы должны были сделать на этих сборах. В принципе, у нас и были, и есть немножко травмированных, но это в таких в рамках, условно, погрешности, которые всегда есть. Поэтому у нас еще не закончился сбор. У нас еще целый день, важный день, с достаточно серьезной нагрузкой будет завтра, но основную работу все-таки мы уже сделали, как минимум игровую. Николай Иванович, два матча было у нас совсем недавно, они прошли в закрытом режиме. Немножечко расскажите о них, как они прошли, чтобы болельщики пили ногу в курсе. Ну, утром у нас играла команда против узбекской команды, Невчи-Фергана. В общем-то, несмотря на то, что мы проиграли, наверное, сам ход встречи. Ну, не должны были бы проигрывать. Игра была даже неравная. А с нашим преимуществом, ну, как-то слишком легко мы пропустили в силу разных обстоятельств. Ну, в целом, футболисты, в том числе молодые, в этой игре много молодых футболистов были, и даже просмотровые, вот, в целом, показали себя достаточно неплохо. Вот. Последняя игра, которая у нас была на сборах, поэтому основное внимание мы, конечно, уделили уже вечерней игре. Мы в этой игре, не могу сказать, что доминировали по игре, вот, потому что соперник был очень агрессивен, и так как он большую часть матча отыгрывался, много было давления с его стороны. Но вот ход игры мы все-таки контролировали. Она достаточно близко по своей сути была к той игре в Лужниках в начале ноября, которую мы сыграли уже как матч второго круга. Тоже вполне ранние мячи, и на контратаках, как бы, мы создавали еще моментов, ну, достаточно много. Достаточно много своих ворот, наверное, явный только один такой моментик был, он был со стандартой, несколькими рикошетами, которые так были. Вот, и, в общем-то, понравился и настрой, и то качество игры, которое мы местами показывали, но всегда хочется еще лучше. Не могу не спросить про новичков. Бенхамин Гаре, Николай Рассказов, прошли полноценный сбор, сейчас приехал на просмотр еще Зуев. Что можно о них сказать, какой они сейчас в форме, в каких кондициях находятся? Да, новички у нас действительно подъезжали в разное время, вы сейчас не назвали Писарского, но он с первого дня у нас на сборах, другие подъезжали по мере возможностей, по мере подписания контракта и договоренности между клубами. Вот, рассказов Игары примерно там со второго сбора у нас тренируются, с середины второго сбора тренируются, играют, мы довольны их отношением, их потенциалу прям высокому достаточно, и надеемся, что они большую пользу нам принесут. Ушел в аренду Липовой и на его место мы нашли замену в лице Зуева, он, несмотря на то, что ему 26 и совершенно нормальный возраст уже у него, но для нашей команды он даже в какой-то мере уже взрослый, будем так говорить, игрок, состоявшийся, уровень которого мы получили. Мы понимаем и в данной ситуации, а вы видите, что у нас тут пару туров пропускали и пару игр пропускали Ежов с Чирковичем, когда мы оставались только с одним новичком Горе, ну такая ситуация, конечно, в клубе не должна быть, учитывая, что кроме чемпионата у нас, ну минимум три матча на кубок будет за этот короткий отрезок. Мы надеемся и на Сашу, что он сделает ту работу, которую мы от него хотим. Он умеет играть в футбол. Вы уже сказали, что завтра на заключительная тренировка. Какой график у команды дали, учитывая, что в четверг уже играть в Динамо? Да, завтра мы выезжаем, даем выходной на вот этот переезд, потому что многие приедут уже фактически не 19-го, а 20-го в Москву. Не многие, а все. До Самары тоже доберутся, только в обед многие 20-го, поэтому 20-го будет выходной. Ну 21-го и 22-го, два предыгровых дня уже мы работаем у себя. Где это будет, на стадионе Металлурка или у нас на базе? Мы еще раз посмотрим, когда уже попадем туда. Надеемся, что с погодой нам повезет, хотя и понимаем, что такой вот погоды, как здесь, мы теперь в следующие пару месяцев, наверное, не увидим, а то и больше. Субтитры сделал DimaTorzok